Ну что, брат Никита, что нам расскажешь поучительного? Премудрая Соломона 7.28, Геннадий Тихонович, говорит, что ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Она прекраснее солнца и превосходнее сонма звезд. В сравнении со светом она выше. То есть человек даже слепой, который не может наблюдать красоту звезд или солнца, обладая премудростью, он выше становится на людьми, которые могут это делать. Ибо свет сменяется ночью, а премудрости не превозмогает злоба. Вот так-то Бог устроил. А начало премудрости страх Господень. Никакая злоба не победит страх Господень, если стажать ее. Так. Я полюбил ее более здоровья и красоты, и избрал ее предпочтительно перед светом, ибо свет в нее неугасим. Бишь, премудрость переходит в вечность человека. Жизнь, прожитая премудростью, является в вечности. А свет угасает и угаснет. По вторым пришествиям, что там. С ней пришли ко мне все блага и несметное богатство через руки ее. Я радовался всему, потому что премудрость руководствовала ими. Но я не знал, что она виновница их. Без хитрости я научился, и без зависти преподаю. Не скрывай богатство ее. Без хитрости научился. Как вот, видишь, никого не украл, не списал. А бог открыл премудрость. Какой страх божий. Только дал бы мне бог говорить по разумению и достойно мыслить о дарованном. Ибо он нест руководитель к мудрости и исправитель мудрых. То есть мало просто знать мудрость. Еще правильно мыслить и правильно говорить. Тоже бог дает. Тоже великий дар говорить. Ибо в руке его и мы, и слова наши, и всякое разумение, и искусство делание. Сам он даровал мне неложное познание существующего, чтобы познать устройство мира и действия стихий. Начало, конец, середины времен, смены поворотов и перемены времен. Круги годов и положения звезд, природа животных и свойства зверей, стремления ветров и мысли людей. Различия растений, силы, корней. Вот многие люди живут, а было такими талантами обладая, которые все это постигли. Они знают, что Господь дал им это. Дать какой-то страх божий руководил им. Ибо такую мудрость не стяжать без воздержания. Познал я все и сокровенное, и явное, ибо научила меня премудрость художница всего. Она есть дух разумный, святый, единородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий и проникающий, все умные, чистые, тончайшие духи. У меня есть в виду, какие чистые духи ангелов, что ли, ангел руководится премудростью. Ибо премудрость подвижнее всякого движения, и по чистоте своей сквозь все проходит и проникает. Премудрость стяжать, написано. У кого есть много свободного времени, может стяжать премудрость. А тот, кто хвалится бичом, и валом... Сейчас мы найдем исторические птикнижи, и канонические. Кто может сделаться мудрым? Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом и хвалится бичом, гоняет валов и занят работами их, и которого разговор только о молодых валах? Ну как, вот Игнат Тихонович дал пример нам хорошим, что можно работать в среда вечера и сделать мудрым. Видишь, Игнат Тихоновича работа интересная, так он ни к чему не привязан. То, что видит, работает, не привязан ни к валу, ни к бичу. Вот так мудро устроено, что и много хорошего делаешь, и не связан ни с чем. Сердце его занято тем, чтобы проводить борозды, и забота его о корме для телец. Так и всякий плотник, и зодчий, который проводит ночь как день, кто занимается резьбою, того прилежания в том, чтобы разнообразить форму. Сердце свое он устремляет на то, чтобы изображение было похоже, и забота его о том, чтобы окончить дело в совершенстве. Игнат Тихонович хороший работник, но он, конечно, не проводит день как ночь, и нема прилежения в том, чтобы разнообразить форму. Все просто, грубо всколочено, и качественно, и крепко. Так и коварь, который сидит у наковальни, думает об изделии железа. Дым от огня изнуряет его тело, и с жаром от печи борется он. Звук молота оглушает его слух, и глаза его устремлены на модель сосуда. Сердце его устремлено на окончание дела, и попечение его о том, чтобы оделать его в совершенстве. Так и горшечник, который сидит над своим делом и ногами с вами вертит колесо, которое постоянно в заботе о деле своем, и у которого исчислена вся работа его. Рукою своей он дает форму глини, а ногами умягчает ее жесткость. Он устремляет сердце к тому, чтобы хорошо окончить сосуд, и забота его о том, чтобы очистить печь. Все они надеются на свои руки, и каждый умудряется в своем деле. Без них ни город не построится, ни жители не населятся, и не будут жить в нем. И однако же они в собрание не приглашаются, и на судейском седалище не сидят, и не рассуждают о судебных восстановлениях, не произносят оправдания и осуждения, и не занимаются притчами, но поддерживают быт житейский, и молитва их об успехе художества их.